Друзья, всех приветствую! Меня зовут Андрей Антонов и сегодня у нас очередной разбор. Понедельник, очень интересная тема. Как найти свое дело жизни, свое призвание, свое профессиональное предназначение и не выгорать? Стоит ли его искать? Нужно ли вообще его искать? Сколько можно проработать на одном месте? В какой момент нужно понимать, что нужно менять свое дело? Давайте на эти все вопросы поговорим, поэтому я всех приглашаю к нашему эфиру. Мы сейчас поговорим с нашей гостьей и потом я отвечу на вопросы наших участников, наших гостей. Кто нас слушает, кто нас смотрит. Так, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Лора. 47 лет. Привет! Вам 47 лет, да? Да. Город Пущино? Город Пущино. Замечательно. Ну что ж, расскажите, в какой ситуации вы сейчас находитесь, с кем работали, какой уже опыт есть. Мы сейчас будем с вами искать ваше дело жизни, определять его. Я буду задавать вам вопросы и помогу вам разобраться, чтобы вы в следующие 47 лет жизни, а то и больше, двигались в состоянии комфорта и внутреннего, и внешнего. То есть и удовлетворенность, и, естественно, деньги. Так, ну расскажите свою ситуацию сейчас. Опишите точку А. Я много где работала. Начала карьерный свой старт с ресепшена в крупной швейцарской фармацевтической компании. 4 года проработала, но поняла, что это как-то вот совсем не мое, надо искать что-то креативное. И устроилась работать в студию Лебедева Артемия. Тоже со секретаря, но очень быстро доросла до заместителя директора оффлайнного подразделения. И до сих пор, в общем, считаю, что это была самая яркая такая моя история. И потом я решила искать пару и хотела уехать жить за границу, попробовать себя за границей. То есть вы хотели построить отношения с мужчиной? Да, построить отношения с мужчиной, но, честно говоря, это была... Говорите немножко поближе к микрофону, чтобы я вас хорошо слышал. Сколько вам было лет, когда вы... Сколько лет вы проработали от секретаря до замдиректора компании? Ну, в студии Лебедева за 3 года я поднялась. 3 года. Сколько вам было лет, когда вы решили ехать за границу, чтобы построить отношения с мужчиной? Мне было 27. 27 лет, и вы поехали за границу, потому что в России мужчины не нравились или их мало, или что не так с ними? Ну, честно говоря, я столкнулась с такой проблемой, что действительно не могла найти пару. Ну, как-то или выпивающие люди попадались, или как-то с обманом я сталкивалась с каким-то... Ну, видимо, сама была нечестна сейчас, я так понимаю, что... Ну, в общем, трудно было. Алкоголики и обманщики попадались. Да. Так, и вы в 27 лет поехали за границу. Куда поехали? И расскажите дальше, что было. Я поехала в Англию, по интернету нашла себе партнера. Это больше был такой, как брак по договоренности. И когда я летела со своей помолвки, я в самолете встретила другого человека, с которым прожила 16 лет. Это было интересно. И в этот период жизни я закончила мархи, занималась дизайном интерьеров. 15 лет. Очень успешно, все хорошо. Но в какой-то момент поняла, что вот больше не могу. Вот не могу, не хочу. Ну, никак. С тем человеком мы расстались. Он уехал в командировку и не вернулся. Вот с этой ситуацией тоже я хотела бы разобраться. Угу. И ребенок пошел в школу. Сын младший. Нужно было как-то чем-то заниматься, чтобы не сядь из ума. В связи с пандемией. И я решила заниматься вышивкой. Ага. Так. Вот сейчас делаю украшения. Мне, в общем, все нравится. Но я буквально заставляла себя это делать. Так нравится или заставляете? Это вот я не могу понять пока. Какая-то странная тоже ситуация. Мне нравится. Но каждый раз, чтобы начать что-то новое, мне приходится себя уговаривать, как-то договариваться, объяснять, что другого нет, интерьеры не хочешь. Давай шею. Вот так. Так все-таки вы хотите шить или вам это не нравится? Мне нравится результат. Но у меня от этого болит шея, болит голова. Угу. То есть затраты физи. Вам нравится результат или процесс? Это разные вещи. Процесс я хочу сделать как можно скорее, чтобы получить результат. Угу. А это возможно? Не очень. Потому что это кропотливо, медленно и очень тонко. Угу. Хорошо. Да. Я сейчас хочу всю картинку вашей жизни увидеть. И мы подумаем, куда мы направим фокус нашего внимания на сегодняшнем разборе. Вот. Потому что то, что вы рассказываете, свою историю, я думаю, те, кто нас смотрит и слушает, многие увидят себя. Ну, немножко сумбурно. Я волнуюсь. Не, не, не переживайте. Лора, все очень хорошо, все очень понятно. На самом деле, ваша история, она очень показательная, история вашей жизни. Вы половинку жизни протопали. И самое интересное, что, собственно, еще половинка жизни, как минимум, у вас еще предстоит пройти. И мы сейчас разбираемся с тем, как эту вторую половинку жизни протопать, а лучше, как бы, знаете, прокайфовать. И для этого мы сейчас сделаем такой небольшой анализ, ревизию вашей жизни. Я просто делаю сегодня вам такой показательный разбор, чтобы и вам было полезно, и всем, кто нас смотрит. Так что не переживайте. Мы с вами, как старые друзья, поговорим. Тем более, знаете, я немножечко свою историю расскажу. Я просто 15 лет занимался интерьерами. А я вас знаю. Я с вами знакома, на конференции мы познакомились. Ну да, вы помните, у меня была группа компаний Куб 8. Ой, а в Кубе. А в Кубе, сейчас у меня Куб 8. Раньше у меня была группа компаний А в Кубе, у меня было 50 дизайнеров в штате, у меня были филиалы. И я тоже через 15 лет подумал, что надо бы мне что-то в жизни поменять. А, кстати, одна из моих девушек, директоров филиалов, она тоже занималась в 15 лет вместе со мной дизайном интерьеров и тоже ушла в вышивку. Представляете? Интересно. Да, да. Поэтому в жизни иногда приходится делать такие кардинальные изменения. Поэтому очень интересная ваша история. Так, хорошо. Давайте тогда я позаду вопросики, чтобы нам разобраться, куда нам копать дальше. Чтобы ваша вторая половина жизни прошла на полную катушку, чтобы вы были счастливы. Да. Значит, у нас в жизни, ну так вот, если совсем по-простому на нее посмотреть, есть две дороги, то есть две лыжни. И они идут параллельно. Это как две ноги. Мы идем на двух ногах. Одна нога – это любовь, отношения, семья. Наши отношения – это любимый человек. Вторая наша нога – это любимое дело. Это то, как мы себя реализовываем в профессиональном плане. И вот сейчас вам 47 лет. И в любом случае я всегда прошу оценить обе стакана, обе чаши весов. Насколько вы удовлетворены сейчас отношениями со своим любимым мужчиной от нуля до детей? На десятку. У меня очень хорошо все сложилось. Человек, который меня поддерживал в процессе развода с мужем, с которым я прожила 16 лет, это мой друг. Мы знакомы со школы. Он тоже закончил мархи. Мы даже делали какие-то совместные проекты. Сталкивались как-то в жизни неоднократно, но не соединялись. Хотя были возможные у нас тогда пути. А вот сейчас получилось, что мы вместе, мы поженились два года. Два года в октябре будет. Поздравляю, здорово. Да. Так что здесь доверие, понимание, общие интересы. И все хорошо. А детки у вас от того мужчины, который исчез, да? 16, с которым вы прожили 16 лет? Да. У меня третий брак. У меня еще и старшая дочь, ей 27. Угу. Так. И от второго брака? От второго брака у меня сын, ему 11 лет. Вот через неделю исполнится. Угу. Так. А третий ребенок? Ну, я бы хотела. Я бы хотела третьего ребенка. Ну, мне кажется, как-то, может быть, поздно уже. Страшновато. И, честно говоря, я так думаю, что я все равно всю свою жизнь жила ради семьи, ради мужа, ради детей, его детей, его родителей. Ну, я имею в виду того человека, с которым я прожила 16 лет. Так как это самое интересное. Давайте тогда просто сейчас мы, чтобы уже перейти к практике. Я правильно понимаю, что у вас от первого брака дочь 27 лет, от второго брака сыну 11 лет, и сейчас вы в третьем браке 2 года? Да. Все, отлично. У вас все замечательно, у вас все на десятку. Все, этот стаканчик мы отложили в сторону, и мы сегодня его не трогаем. Итак, вторая сфера жизни очень важная – это финансы и наше дело жизни, которое эти финансы генерит. Уровень удовлетворенности от 0 до 10. Но давайте мы, чтобы измерить, сделаем два измерения. Первое. Насколько вам нравится то дело, которым вы занимаетесь от 0 до 10 в целом? И насколько вы довольны доходом от него? Я вообще не получаю пока доход, поэтому первая сфера. А уровень удовлетворенности? 6 поставлю. 6. Итого 0 плюс 6 делим на 2. Это получается 30%. То есть вы сейчас получаете фактически удовлетворенность от текущего дела жизни на 30%. Есть два очень простых параметра. Насколько я испытываю радость от этого дела и насколько я удовлетворен доходом. И занимаетесь вы этим делом сколько? Один год, по-моему, да? Да. Один год. Ну что ж, давайте разбираться. Друзья, сейчас мы будем делать практику нахождения дела жизни. Мы сделаем такой экспресс-вариант для того, чтобы понять, куда дальше двигаться по жизни. Мы возьмем очень простую, очень простую методику. Хочу, могу, надо. Можно было взять более сложную там икигай японский, там не 3 ингредиента, а 4, но принципиально одно и то же. Итак, я просто позадаю вопросы, мы с вами просто пообщаемся и попробуем общаться образами. Чтобы вы подключили не только левое полушарие, то есть рациональное мышление, чтобы вы смогли представлять именно чувствами. Чтобы вы подключили правое полушарие, образное мышление, потому что именно образное мышление – это ваша интуиция. Это то, что вас связывает с вашей душой. Душа, то есть желание души – это внутренний голос. Это ваше истинное желание, это ваше истинное намерение, ваши таланты, ваш дар, ваше предназначение – оно именно там. А когда мы идем от ума, мы очень много анализируем, думаем, смотрим как у других, сравниваем себя с другими. И таким образом мы начинаем очень часто выстраивать путь к ловушкам, к ложным целям. Когда не получаем удовольствие от процесса, потому что результат, вы говорите, вам нравится, но если вы не получаете удовольствие от процесса, в этом деле просто нет смысла. Это только вопрос времени, когда человек выгорит. Он может выгореть кто-то быстрее, кто-то раньше, там еще зависит от упорства, от терпения. Но нет смысла заниматься делом, которое изначально тупиковое. Особенно после 40 лет. Вы, наверное, согласитесь с тем, что тратить месяца и годы жизни на путь в никуда нет смысла, да? Ну, я согласна, да. Но я уже вложила какие-то финансы в обучение, в материалы. Это все очень дорого стоит. И, честно говоря, мне жалко, что болит шея, болит голова. Это же говорит о том, что... Давайте я сейчас вам расскажу тоже одну историю. Лора. Да. Вы вложили деньги, и вы вкладываете свое здоровье. У вас болит шея, болит голова, и вы много денег вложили, много энергии, сил и энергии. Я просто расскажу короткую историю. У меня было где-то порядка 8 бизнесов. Я в них вкладывал деньги, время, энергию. Но я расскажу про один из них. Я вложил сначала 5 миллионов. И это было очень модно. Это было такое время, когда прямо на пике были различные купонаторы. Помните такие? Там Беглеон, там еще разные. Я создал купонатор. Он назывался Билдибон. То есть мы взяли строительный рынок, строительную нишу и сделали купонатор. Я сначала собрал команду, вложил 5 миллионов. И где-то год жизни такой думаю, ну вот год ничего не зарабатываю, просто мы формируем бизнес. Бизнес начал приносить доход, но в любом случае он был еще пока убыточный. И мне так жалко было этот год, потому что мы учились, мы собирали команду, очень много времени вкладывал. Я вытаскивал из одного бизнеса, вкладывал в другой. Я думаю, ну еще годик. Через год было минус 15 миллионов. Я такой думаю, ну прямо вот мне жалко. 15 миллионов и 2 года жизни. Я такой, ну просто по тем временам курс доллара тогда был 33. То есть это было порядка уже, ну где-то 450 тысяч долларов. Я такой думаю, жалко. И еще год. Минус 25 миллионов. Я такой думаю, понимаете, что я подумал. Жадность вообще-то путь к бедности. Это первое, что я понял. Но правда я понял это через огромные потери финансовые. Жадность и глупость. Вот это две вещи, которые, из-за которых люди теряют деньги, либо теряют время своей жизни. Вот. Я рассказываю свою историю не потому, что у меня там есть чувство вины или сожаления. Нет. Я просто учился через свои собственные ошибки. И они были достаточно дорогие. Я рассказываю эту историю, думаю, для тех, кто будет тоже слушать, смотреть. И для тех, кто сейчас находится в этой точке выбора. Двигаться ли дальше по тому делу, которое не приносит радости и денег. Несмотря на то, что болит шея, болит голова, и вы вложили деньги. Я сейчас ни в коем случае вас не буду ни к чему склонять. Мы сейчас будем определяться, куда вам двигаться. Но я рассказываю свою историю, потому что я очень многое осознал за эти 49 лет. И я понял, что самое важное в жизни – это время. И чем время жизни. И самое важное в жизни, чтобы в это время, которое нам отведено в этой жизни, ты делал только то, что ты хочешь. Только то, что ты любишь. Но тут есть один нюанс. Когда мы строим бизнес, ну вот, например, там есть в бизнесе огромное количество задач, функций. Далеко не все задачи и функции в этом бизнесе будут приносить, вот прям не все задачи будут приносить радость и удовольствие. Особенно, если ты генеральный директор или собственник. Потому что чем выше твой уровень именно в бизнесе, тем больше у тебя задач, которые тебе не будут приносить удовольствие. То есть, если ты, например, владелец бизнеса, то у владельца бизнеса количество функционал и задач в десятки, а может быть в сотни раз больше, чем у наемников. Когда ты просто наемник, ну, например, дворник, или посудомойка, или просто менеджер по продажам. Ты можешь выбрать одну функцию, какую-то очень простую, там, синенькую. Например, просто мыть посуду. Или просто мести улицы. И ты выбираешь то дело, которое тебе точно будет на 100% нравиться, как процесс. И ты особо не заморачиваешься, и голову свою не напрягаешь. Но чем выше ты по уровню в бизнесе, там уже менеджер среднего звена, топ-менеджер, SEO, генеральный директор, или владелец, тем больше у тебя функционала, и ты четко должен понимать, что у тебя будет определенный набор функций, которые тебе нужно либо полюбить, либо делегировать. И в этом-то как раз и разница. И очень важно на стадии определения с делом жизни, очень четко понять, а кто ты изначально? Ты собственник и владелец бизнеса? Ты партнер, или какой-нибудь исполнительный директор? Или ты топ-менеджер, или ты просто мастер? То есть на уровне мастера-наемника. Это первое, с чего нужно начинать вообще анализ дела жизни. Потому что многие хотят быть директорами, многие хотят получать дивиденды, быть инвесторами, но прийти к этому этапу, где ты инвестор, можно только, когда ты прошел все остальные этапы, ну это по принципу Роберта Киосаки, который рассказывает про вообще путь инвестора. От мастера к администратору, потом уже к предпринимателю, потом к инвестору. Так же и здесь. Вот вы кто изначально? Давайте сейчас с этим разберемся, а потом будем уже смотреть, что вы хотите делать вообще дальше. Как вы думаете? Мне нравится больше всего быть одной и делать свое дело самой. Ну то есть я умею делегировать, но я люблю контролировать, наверное, все, весь процесс. И как-то... Если вам нравится быть одной, вы мастер. Да, вы мастер. Мастер, да. Да. Здесь, ну тоже через свою историю расскажу. Я когда-то был просто обычным дизайнером интерьера. Я подумал, нет. Мне это... То есть мой внутренний голос, моя душа, она требовала реализации моих амбиций и моего потенциала. Я взял себе трех мастеров и стал над ними таким маленьким начальником. Потом я такой подумал, нет, хочу больше клиентов. Хочу больше реализовать пользы людям. Я тогда не думал о деньгах. Ну о деньгах я думал, но это было не главное, потому что еще очень важный момент. Когда мы выбираем дело жизни, последнее, о чем нужно думать, думать это о деньгах. Потому что те, кто пытается изначально ставить деньги на первое место, они потом оказываются как раз в ловушке своего ума и выгорают самые первые. Поэтому первое, о чем нужно думать, это об удовольствии и о пользе. То есть удовольствие и польза. То есть когда мы берем вот эти три ингредиента хочу, могу, надо, здесь очень важно, что сначала хочу, то, чем я хочу заниматься, то, что я люблю. И второе, это польза людям. А что людям-то нужно на самом деле? И вот я стал из мастера начальником, потом больше начальником, потом еще больше, больше, больше. И в какой-то момент я понял, что, блин, а мне нравится людьми управлять. Мне нравится стоять во главе вот этой некой иерархической структуры и нравится ставить людей на определенные ячейки, как на шахматной доске фигуры, и делать так, чтобы все люди на шахматной доске были довольны и чтобы они работали на меня. А моя задача подбирать правильных людей, направлять правильных людей, то есть давать им функции, контролировать этих людей и сделать так, чтобы клиенты были довольны. Поэтому в вашем случае, я так понимаю, что вам больше нравится быть мастером, то есть когда вы один и когда вам не нужно управлять этой массой людей, да? Ну, честно говоря, вот в тесте был тест сегодня утром, там нужно было выбрать, кто я хочу, и там был такой пункт, я вообще не хочу работать. Вот это мне больше всего откликнулось, но я постеснялась поставить галку. Отлично. Тогда давайте, видите, как интересно, я тут вам рассказываю всякие истории про разные виды работы, а вы говорите, а я вообще не хочу работать. Ну, я поделюсь, мне тоже была мечта, я тоже не хотел никогда работать. У меня была мечта с молодости лежать в шезлонге, читать книжки умные, ну, или не умные, нет, даже я в свое время любил читать фантастику и детективы. Я думаю, вот моя мечта это, чтобы просто были деньги, чтобы я ленился, ничего не делал, катался на серфинге по волнам, жарился на солнышке с коктейлем, вечером бы отдыхал, слушал музыку и танцевал. И вот такой я себе представлял идеальную жизнь. Но жизнь устроена совсем по-другому. Все, кто хочет наслаждаться, то есть, чем больше человек хочет просто наслаждаться и ничего не делать, тем больше его жизнь заставляет что-то делать и страдать. Причем это очень прямая связь. То есть, чем больше у человека желания вот так вот жить, тем больше она его, я извиняюсь за такое слово, она его нагибает и заставляет, и ставит в определенную неудобную позу для того, чтобы он все больше и больше работал и выживал. Это по моим наблюдениям. Дай Бог, чтобы кто-то был исключением из этих правил, я только рад за этого человека. Но я был одним из таких, то есть, чем больше я ленился или хотел лениться, тем больше я понимал, что лень двигатель прогресса, тем больше я начинал шевелить своими всеми частями тела для того, чтобы работать и зарабатывать. Чтобы обеспечить себе сначала, я думал, пассивный доход, пока не понял, что пассивного дохода в природе не бывает. Потому что доход это лишь следствие вложенной энергии в тот источник, который мы создали. И как только мы фокус внимания с этого источника убираем, этот источник как колодец истекает. То есть, колодец высыхает, если мы перестаем этот колодец обслуживать. Какое это дело? Неважно, во что мы вложили деньги. Пусть это будут акции фондового рынка. Возможно, это рынок криптовалюты. Возможно, это рынок недвижимости, где мы стали инвесторами. Но если мы не занимаемся своими вот этими вагончиками, про которые я там видео разместил выше в телеграм-канале, посмотрите обязательно. То есть, вагончики становятся просто они на ручник встают. Эти вагончики, которые раньше приносили нам доходы. Но самое главное, это паровоз. Паровоз – это дойная корова, которая – это ваш основной источник дохода. Я понимаю, вы прекрасная женщина, у которой есть прекрасный мужчина, он работает, зарабатывает деньги. И вы такие сейчас думаете, а мне вообще это надо? Ну, то есть, у мужчины такой вопрос не стоит. Потому что у мужчины изначально ответственность приносить мамонтов себе, своей женщине, своим детям. То есть, у него такой свыше предначертанная миссия, предначертанная эта миссия. То есть, у мужчины такого вопроса нет. И такого даже, такого ответа даже, даже мысли такой не может быть. То есть, пока у мужчины есть цели завоевывать этот рынок, совершать подвиги, обеспечивать свою женщину, делать ее счастливой, до тех пор он живет. Если у мужчины нет женщины, нет целей, нет желания как-то себя в этом мире показывать, он потихонечку деградирует и приходит к точке game over. Ну, давайте с женщиной как быть. А как вы считаете, а женщине не надо работать или нет? Давайте с этого вопроса начнем. Вот вы говорите, а я работать не хочу. Окей, ну не работайте. Что будет через 5-10 лет? Вот в предыдущем браке я, у меня дизайн, он больше как хобби был. То есть, я знала, что это просто я делаю в свое удовольствие. Это самое лучшее, что может быть вообще в жизни. Но пришел к этому финиш. А почему пришел финиш? Вот смотрите, очень важный момент. Мужчина работает, потому что ему важно быть в определенной степени добытчиком, достигатором и победителем. Ну, для него это его природа мужская. Для женщины важно работать для удовольствия, для реализации своих внутренних талантов творческих и плюс для некой страховки на случай форс-мажора, который бывает. Там, мужчина ногу подвернул, в бизнесе проблемы, или исчез, куда-то испарился, ну, как в вашем случае. Ну, без здорового, что появился как бы другой. Окей. Так вот, зачем женщине работать? Вот вам, вы как бы со своей колокольни скажите, вам нужно работать через пять лет, через десять? Вам вообще нужно это? Пусть это даже хобби, но хобби должно деньги приносить. Зачем вам... Первый вопрос, который вы должны задать, зачем мне работать? Нужно вам мужчина? Я хочу, чтобы у меня были свои деньги. А зачем вам свои деньги? Ну, попросите у своего мужа, пусть он вам сделает, дает деньги, и это будут ваши деньги. Ну, чтобы делать подарки, чтобы делать сюрпризы, какие-то устраивать приятные штучки. Совершенно верно. То есть, у женщины должны быть свои деньги для того, чтобы делать сюрпризы, как минимум, своему мужчине, например, да? Да. Первое. Дальше. Еще зачем нужны женщине деньги? Ну, чтобы покупать детям то, что они хотят, не думая о том, чтобы в определенной степени не зависеть от мужчины. Просто вот эта степень независимости от мужчины, она на самом деле важна. Действительно важна, потому что мы живем в таком мире очень резко меняющемся. И неизвестно, что... То есть, мы сейчас живем реально в очень турбулентное время. Никто не знает, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через два. Мы живем в таком глобальном кризисе, все-таки, надо это признать. И каждый живой организм на этой планете, он задумывается о чем в первую очередь? Как вы думаете? Как прокормить себя, свою семью? О выживании. О выживании. То есть, как прокормить. Абсолютно верно. То есть, если вы посмотрите на животных, животные, все животные думают только о том, как себя прокормить. А это и есть выживание. Помимо этого, все животные думают о том, как быть счастливыми. Согласны? Да, конечно. И смотрите, как просто получается, Лора. То есть, получается, что все живые организмы, включая, кстати, и человека, они создают условия, при которых они выживают и получают удовольствие. То есть, переводим на человеческий язык, зарабатываем деньги и получаем от этого удовольствие. А вот это и есть наш икигай, это и есть наше дело жизни. Мы должны делать то, что мы можем и то, что нужно людям. И то, что мы любим и хотим. То есть, вот это хочу и могу мы объединяем с вами. И однозначно сейчас мы по нему видим, что, конечно, надо сюрпризы, нужно иметь собственные деньги, нужно быть чисто независимым. Так вот, вы будете работать или нет? Давайте теперь поставим точку в этом вопросе. Да, я буду работать и я в процессе разговора все-таки поняла, что выбрала, наверное, правильное направление для себя. Окей, хорошо, а теперь ключевой вопрос. Давайте теперь сделаем вывод, какое же ваше дело. Это делается на самом деле очень быстро. Итак, быстро не задумываясь, отвечайте на вопрос, что я больше всего люблю делать? Вот если бы деньги не нужны вам, все просто, вот вам нужно делать только одно действие и все оставшуюся жизнь. На пользу людям, естественно. Вот что бы вы делали такое вот? От чего вы кайфуете? От какого действия? Давайте прям думайте. Общение с людьми. Общение с людьми. Мне нравится общаться. Вам нравится общаться с людьми? Да. Класс, я хочу общаться с людьми. Здорово. Есть, зафиксировали. А в каком контексте еще? что-то рассказывать им или слушать их. Давайте еще немножечко поконкретней. Общение с людьми, прям образ. А теперь образы, образы, образы. Мне нужна картинка. Мне нравится с детьми общаться. Детьми я чувствую себя таким же ребенком, как они. Конкретно, что вам нравится с детьми делать? Ну, вот, что-то креативное. Рисовать. Да, вышивать, наверное. Может быть, учить детей вышивки. Может быть, вот туда направить. Учить детей вышивки, например. То есть, вам нравится творческий процесс? То есть, получается, как бы, здесь две вещи. Что-то творческое делать, но больше все-таки нравится учить или общаться, например, с детьми. Да? То есть, смотрите, у нас есть дети. Второе, общение. И третье, вышивать, рисовать. Окей, идем дальше. Ну, вы же мархи-то заканчивали. Понятно, что вы туда тоже не случайно попали в архитектурную, правильно? Конечно. Я же, кстати, я хоть и не заканчивал мархи, но ко мне приходили выпускники мархи, и они работали у меня дизайнерами много-много лет. Это была очень интересная история. То есть, я хоть человек военный, 15 лет в армии, но ко мне приходили творческие люди, художники, они работали, создавали для нас интерьеры, очень красивые. Так, замечательно. Следующий вопрос. То есть, могу мы, вернее, с хочу мы разобрались, а теперь могу. Назовите свои основные навыки, уже профессиональные компетенции. Вот, что вы уже можете делать профессионально? Вот, что вы, вот в чем вы уже, ну, пусть даже не на десятку, там не супер-мега-профи, но тем не менее. Поехали. Прям первое, что приходит в голову, прям накидывайте. Украшения. Украшения для девушек. Украшения для чего? Для девушек, для женщин. Украшения для девушек, ага, так. Еще. Просто накидывайте все свои таланты и навыки, которые вы уже за жизнь, за 47 лет накопили. Друзья, вы можете делать то же самое все? Ну, я умею шить, вышивать, готовить. Так, готовить. Дизайн интерьеров, он подразумевает вообще большой спектр, там же общение с клиентами. Сужаем, пока сужаем. Что вам в дизайне интерьеров больше всего нравилось, пока вы работали? Там действительно много направлений, конкретно, какие действия вам, от которых вы кайфовали? Комплектацию. Что вам нравилось? Комплектация, конкретнее, еще конкретнее? Ну, подобрать все идеально, по цвету, по тону, подобрать все детали, все мелочи, все вот эти вот, все угадать. По тону, по цвету, подобрать все, чтобы было красиво, композицию создать, правильно? Композицию, да. Вот, ответ, композицию. Отлично, смотрите, все, что мы сейчас, все, что вы сейчас перечислили, мы сейчас это, я вам сейчас накидываю, я вам просто отзеркаливаю, а вы слушайте. Вам нравится мастерить, создавать красивые композиции, при этом общаясь с людьми, желательно с детьми. Теперь вопрос. Что нужно людям такого? Вот в этом образе. Очень важно картинки сейчас представлять. Прямо образами, образами. Вот вы создаете какие-то красивые вещи, вышиваете, рисуете, плетете, и людям это нужно. Но там есть дети. Прямо представляете себе картинку. Прямо сейчас вам нужно увидеть спектакль, где есть вы, дети, вы с ними общаетесь, и вы с ними что-то создаете. Давайте. Накидывайте варианты. Школа моделей. А? Школа моделей. Ну вот такое. Школа моделей. Так, дальше идем. Я не знаю. Накидывайте. Просто представляете кино. Смотрите кино внутреннее. Обратите взор внутрь себя. Ваша задача сейчас представить, что на планете Земля, какие есть варианты, профессии, дел. Вот что делают дети? Фотосессии в своих вот этих нарядах, одеждах, украшениях. Фотосессии в своих украшениях и нарядах. Ага. Так, и нарядах. Дальше. Еще что вы видите? Образы накидывайте просто картинки мне. Что вы сейчас видите? Представляете себе яркие картинки. Вам нужно сейчас увидеть спектакль. Оформление праздника. Оформление праздников. Конкретно каких? Проведение праздников. Дни рождения, свадьбы. И проведение праздников. Так, ну там нет детей. Окей, я сейчас все накидываю. Оформление и проведение праздников. Детских утренников или просто детских праздников. Или свадеб. Да, оформление свадеб. Да, свадебные платья, украшения. большой широкий спектр украшения свадебные платья есть отлично давайте мы сейчас все что я перечислил я в любом случае сейчас все это повторю вы после нашей встречи все это фиксируете прям списочком прям по списку я общаюсь с людьми в скобочках детьми и вместе с ними создаю композиции украшений платья торжественные мероприятия помогаю их оформлять и проводить, делать фотосессии все, вот это набор компонентов ваша задача из этих компонентов можно сделать даже какую-нибудь медитативную практику просто сесть и 15 минут себе все это представлять ровное дыхание прямая спина отпустили все мысли подключили правое полушарие и рисуйте эти образы до тех пор пока у вас не сформируется понимание вашей картинки будущего что вы делаете от чего вы получаете удовольствие год, два, пять, десять, двадцать лет где у вас где вам нравится процесс внимание процесс который вы делаете от которого не болит голова от которого не болит шея за который вам будут платить деньги то есть вы представляете результат за который вам будут платить деньги с удовольствием с учетом текущих реалий потому что в обществе сейчас идут некие процессы как вы видите в мире что-то будет востребовано что-то потеряет свою актуальность насколько понятно то что я говорю да понятно есть уже такой есть какие-то варианты накидайте их это себе потом пересмотрите это видео и вам будет понять давайте можете берем даже уже варианты накидать ну мне кажется праздники и свадьбы и дни рождения всегда будут украшения вот может быть этих праздников как вариант у людей у людей всегда были есть и будут дни рождения правильно да и они в той или иной степени их отмечать будут дальше богатые люди у которых есть деньги были есть и будут да согласна да дети были есть и будут потому что дети это цветы жизни и они продлевают наш вид человеческий кстати у моих детей сегодня день рождения сегодня им исполнилось 24 года поэтому сегодня как раз интересный день вот так что моим сыновьям сегодня 24 года поэтому то что вы задумали это прекрасная миссия это прекрасное дело просто увидите это и сформируйте такой профиль то есть в итоге что вам дальше нужно сделать вам нужно описать эту картинку своего дела жизни вот эту желтенькую это будет да сформировать определенные задачи основные то есть кто вы в этом бизнесе то есть вы организатор например фрилансер например и работаете сами на себя но тем не менее у вас там есть например сайт там или инстаграм-канал там или телеграм-канал вы четко формируете вот этот профиль дела жизни со своей функцией роль кто ваши целевые клиенты что вы им какой вы им продаете товар или услугу как вы это все оказываете эту услугу то есть ответы на основные вопросы то есть что я делаю кто я в этом бизнесе зачем мне это нужно кто мои клиенты и как я реализовываю этот эту услугу и товар все просто детализируйте уже ну так как у нас сегодня такой экспресс разбор поэтому надеюсь я вам помог и подсказал потому что ну туда ваша душа тянет по крайней мере я поняла что делать чтобы поискать еще может быть это не совсем то мне надо еще как-то ну вообще жизнь расставит все конечно на свои места в любом случае вы правы что жизнь расставит на свои места но когда нам 20 лет и 30 мы можем экспериментировать но когда нам 40-50 у нас нет времени на ошибки на эксперименты наша задача после 40 лет слушать не ум а слушать свое сердце свою интуицию внутренний голос и поженить эти два желания и вот тут будет ваш икигай и ваше дело жизни то есть не нужно идти пробовать если вы не уверены ваша задача на берегу создать идеальную картинку вашего будущего с четким пониманием что у вас будет через неделю через месяц через год через 10 лет и только после этого начать это реализовывать чтобы не тратить свою энергию время силы и не выгорать понятно понятно спасибо вам большое Лора жду вас на наших практикумах по субботам которые я провожу где мы уже детально выстраиваем дорожную карту к цели где вот у вас есть уже общее понимание например дела жизни но вы уже хотите его реализовать вы хотите не просто хобби чтобы это у вас было а чтобы оно приносило вам деньги и столько денег сколько вы хотите чтобы вы могли спокойненько каждый день просыпаться и понимать что муж это здорово но вы в любой момент жизни можете себя спокойно обеспечить вы в любой момент жизни сможете себя продавать сколько бы вам лет не было 40, 50, 60, 70 вы всегда будете обладать ценностью которую нужно она будет людям вы всегда будете обладать ценностью которую вы можете продать принося пользу людям это очень важно благодарю вас пожалуйста так что дальше приходите на ревизию жизни где мы уже будем все это выстраивать как детализацию вашего пути вы будете четко планировать четко действовать получать четкие результаты зарабатывать деньги и повышать свой уровень удовлетворенности от того дела который вы сейчас уже с которым вы определяетесь и естественно финансовый достаток чтобы ваши деньги и доходы росли спасибо вам большое за разбор сейчас я отвечу на вопросы наших участников друзья наших гостей гости дорогие заходите поднимайте руку давайте отвечу на ваши вопросы вам лора огромное спасибо за смелость все было хорошо надеюсь мне было полезно да я очень довольна вам спасибо так друзья давайте поднимаем руки у кого есть какие вопросы потому что дело жизни это один из основополагающих элементов нашего счастья нашей комфортной жизни давайте поднимайте руку у кого есть вопросы может быть какие-то текущие вопросы может быть кто-то у кого-то есть дело но он стопорится не может ничего делать не хочет делать или денег не зарабатывает я прям быстренько сейчас экспрессом отвечу на ваши вопросы у кого есть вопросы так смотрим в эфире у нас вопросов не вижу так у кого есть вопросы давайте там там и потом Аня давайте всем привет приветствую вас Андрей у меня такой вопрос очень плохо слышу я не слышу вас пока практически погромче слышно очень плохо слышно меня может быть в микрофон попробуйте прямо в микрофон потому что слышно меня сейчас слышно хорошо здравствуйте всех приветствую у меня вот такой вопрос создался вы сказали что не надо идти по последнее слово ваше вы сказали что да у нас нету времени ошибаться больше нам уже не 20 и в конце вы сказали что у нас уже последние слова вы которые сказали можете еще повторить не надо эксперимент нет вы что-то сказали у нас чем старше мы становимся тем меньше времени у нас на эксперименты и на риски то есть на неоправданные риски поэтому мы к 40 годам очень важно к 40 годам приобрести такой уровень разумности который позволяет предвидеть последствия любого выбора да и вы сказали что не надо идти по по разуму или как-то было я не могу повторить но вот такой вопрос посмотрите погромче в микрофончик попробуйте в микрофон у меня есть знакомая женщина которая была депутатом да ну в нашей стране и второй раз один раз была второй раз она уже не вышла не выиграла и третий раз я ей говорю что это твоя миссия но она хочет еще раз быть но уже если у вас нет уверенности вы не не идите вы так сказали как-то ну я думаю вот я говорю что это твоя миссия на работе где она работает она не очень не очень довольна вот если значит как это понять тогда если значит если ты не уверен она не уверена она боится она должна значит проиграть время она потратить должна деньги это же не так просто да чтобы депутатом стать да вот в любой стране она не уверена вот как тогда она она хочет но вот как как вот решить такой вопрос не знаю правильно ли я выразилась почему да сейчас я попробую переформулировать ваш вопрос вы говорите что есть женщина которая была депутатом и которая сейчас не уверена хочет ли она еще раз стать депутатом правильно я понимаю она хочет но она один раз проиграла а третий раз уже все она не уверена она пройдет или не пройдет а для этого она потеряет еще время и ей уже не 20 а уже 50 больше теперь я понял давайте приведу пример представьте что у вас есть бизнес какой-то который вам нравится вы его любите и вы получаете очень хороший результат в этом бизнесе это может быть любой бизнес вы можете быть дизайнером дизайнером интерьеров психологом сексологом депутатом и у вас был хороший результат хороший клиент и был успех и через какой-то на втором этапе вашей жизни у вас была неудача у вас был провал у вас был кассовый разрыв вы не выиграли выборы у вас был какое-нибудь там судебное дело ну то есть у вас был факап у вас сейчас наступает третий этап вашей жизни но у вас есть страх страх исходя из прошлого негативного опыта для того чтобы определиться с дальнейшей судьбой со своей жизнью на мой взгляд жизненно важно проходить уроки жизни что такое уроки жизни это разбираться с негативным опытом находить в нем ценность убирая страхи и создавая те навыки новые которые вам нужны для того чтобы на третьем этапе жизни вы снова выиграли вы снова победили чтобы вы перешли еще на более высокий уровень нежели тот на котором вы были на первом этапе когда у вас был успех потому что многие люди когда у них возникают неудачи они терпят поражение они разочаровываются у них появляются неуверенности страхи и они сами перекрывают себе светлое будущее мы же с помощью технологии Куб 8 помогаем людям от этих страхов избавиться и более того превратить любую неудачу в возможность любой кризис в возможность любую проблему в возможность в новую вот и все поэтому убирайте страхи инструменты мы вам предоставляем пожалуйста превращайте страхи в неуверенность в возможность в ценность новые навыки идите туда куда вы хотите я ответил на ваш вопрос спасибо большое я так говорю всегда спасибо большое Андрей да пожалуйста Анна давай твой вопрос друзья если у кого-то есть вопросы поднимайте руку здесь есть возможность поднять руку я отвечу на ваши вопросы Аня давай твой вопрос чем более конкретный вопрос тем более конкретный ответ без видео просто включаешь микрофон и задаешь вопрос я на него отвечаю путь к успеху это путь от ошибки к ошибке именно ошибки переводят нас на новый уровень успеха в том числе и финансово в нашем деле Аня пока тебя не слышу так друзья еще какие-то вопросы у кого-то есть Аня пока не слышу микрофон не работает окей ну что ж так Руслан давай Руслан Руслан успел успел руку поднять давай Руслан так у Руслана микрофон не работает Светлана так сейчас я Светлану Светлане дам слово так Светлана отключилась что у нас такое друзья так сейчас Руслан давай еще раз попробуем Руслан так Аня Аня Руслан кто первый Добрый день как слышно так отлично давай кто сейчас так давай сейчас Аня ты потом Руслан я понял я понял наверное я не включил микрофон и мой вопрос давай Добрый день Добрый день Большая благодарность нашей гости за столь подробный разбор и откровенность было очень полезно послушать у меня Андрей Александрович такая проблема проблема с невыполнением запланированного я сажусь я планирую я расписываю расставляю приоритеты выделяю определенное количество времени на одно на второе на третье дело приходит день и что-то сваливается что-то где-то отвлекается в общем в результате вечером те запланированные дела и они не сделаны вот пришла к выводу когда попыталась разбирать эту ситуацию пришла к выводу что планирую много большие объемы когда попыталась планировать меньше столкнулась с таким затыком вот такая установка сидит в голове что успешные люди планируют много планируют во всех по всем сферам жизни и если я запланирую меньше то я сразу расписываю в том что я лузер ничего не могу ничего не сделаю и вообще лучше тогда не планировать вот с этой установкой я в нее уперлась и сдвинуться с места дальше работать не получается хорошо давай разберемся дело жизни тебе понятно да итак друзья первое первое с чего мы начинаем это с понимания любимого дела посмотрите у вас есть одна жизнь в этом теле первое что с чем мы определяемся после 20 или 30 лет это вот мой любимый человек вот мое любимое дело любимое дело может меняться у вас меняются ценности картины мира у вас меняется понимание этой жизни и поэтому вы можете свое дело корректировать я как бы искренне не рекомендую менять любимого человека но это мой опыт это мое мнение да потому что я живу с женой например 30 лет у нас сегодня день рождения у детей которым 24 года и я считаю что это очень классно когда у тебя одна жена одни дети и мы как бы любим друг друга и мы сегодня встречаемся в семейном кругу и отмечаем уже 24 раз их день рождения ну это же классно когда мы говорим про дело жизни там могут быть корректировки меняется рынок меняется экономика меняется там валютная ситуация политическая экономическая геополитическая и так далее поэтому там могут быть корректировки так вот самое главное первое дело жизни у тебя есть Аня поздравляю тебя это первое второе когда мы планируем свои дела как я уже говорил планирование в битве между планированием и творчеством побеждает планирование поэтому деление слона то есть деление цели большой, вашей амбициозной, заработать миллиард и помочь миллиарду людей, это здорово. Но это нужно делить. Большие проекты нужно делить на цели. Большие цели делить на маленькие цели. Маленькие цели делить на задачи. Задачи делить на шаги. Шаги делить на действия. И эти действия вы пишете каждый день. Вот у меня лежит ежедневник. То есть у меня есть и бумажный, и электронный ежедневник. Каждый день я пишу свои... Вот видите, я расписываю свои интеллект-карты даже внутри ежедневника. То есть я четко понимаю, сколько я сегодня вешаю в граммах. То есть какой вес я беру сегодня на грудь. Потому что, вот ты правильно сказал, очень важную вещь. Если человек берет вес, который он не может поднять, то что с ним происходит? Он это не осилил, и потом у него что возникает? У него возникает чувство вины. Я взял и вес не поднял. Вечером разочарование. Копится недовольство собой. Падает самооценка. Возникает чувство вины. Вина притягивает наказание в виде потери времени, денег, энергии и здоровья. Другая крайность. Я бы я рассказал про одну крайность. Это когда мы берем слишком много, большой вес. Другая крайность. Когда мы берем мало, маленький вес, мы взяли всего лишь 100 грамм задач в день. Смотрим на других. Ой, я взял 100 грамм задач, а у Ричарда Брэнсона 400 компаний и миллиард долларов оборот в год. А я взял всего лишь 100 грамм задач. Понимаете, как только вы себя начинаете сравнивать с другими людьми, вы попадаете в ту же самую ловушку. Опять понижение самооценки, опять наказание, и опять слив энергии, опять потери денег, энергии, времени и здоровья. Истина посередине. Не здесь и не здесь. Богиня Мэра. И это первое, чему мы учимся в Академии Куб 8. Это планировать свою жизнь так, чтобы у вас было четкое понимание задачи. На час, на день, на неделю, на месяц, на год, на 10 лет и на жизнь. Начинаем мы с жизни. То есть сначала мы берем жизнь, и мы ее декомпозируем до дня и до часа. Поэтому практикум ревизии жизни, которые мы проводим каждую субботу, и мы по пятницам проводим персональные ревизии, по субботам мы проводим групповые ревизии в Академии. Я приглашаю всех желающих. Я приглашаю, Аня, тебя. Я приглашаю ходить на этот практикум до тех пор, пока для вас не будет принцип планирования, либо такое планирование, либо матрица Эйзенхауэра, которую я сегодня разместил в нашем чате. Вы видите, вот эта книжка, она у меня всегда... Я живу с ней, я сплю с ней. Я с ней только в душ не хожу. Потому что это основа жизни. И это не противоречит тому, чтобы кайфовать от каждого мгновения. Это не противоречит тому, чтобы жить здесь и сейчас. Потому что планирование и жить здесь и сейчас. Это и есть баланс этой земной жизни. Но планировать нужно разумно. Ра – это ваша способность соединяться с высшим разумом. Это ваше сознание, которое соединяется с высшим сознанием. И которое очень хорошо, интуитивно понимает, что я сегодня хочу, сколько я сегодня беру себе задач, не сравниваю себя с другими, но маленькими-маленькими шагами двигаюсь к большим целям. Беря ответственность за эти задачи, не загоняя себя в чувство вины, и каждый вечер, кстати, Анечка, мы пишем себе благодарности за те результаты, которые мы сделали за день. Вот и все. Вот тебе ответ. Учись планировать и кайфуй от этого навыка. Все. Если какие-то тонны, еще есть вопросы, пиши в чате под сегодняшним видео, в телеграм-канале. Друзья, кстати, кто не подписался на телеграм-канал, пожалуйста, подпишитесь на него. Каждый день мы выкладываем упражнения, задания, практики и разбираем какую-то интересную тему. 365 дней, 365 тем. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, рекомендуйте родственникам, друзьям, знакомым. Руслан, твой вопрос давай. Аня, все ли понятно? В целом, да. В целом, тогда конкретно, мне непонятно, и продолжи эту фразу. Мне непонятно, как вот на вот этих большого слоненка месячного разбить на неделю, на день, на час. Вот здесь вот... Тогда на ревизию, тогда приходишь на ревизию сценариев жизни и учишься разбивать слоненка на месяц, неделю, день, час, минуту. И тренируешься этот навык делать каждый день. Пока просто не будет для тебя, как воздухом дышать. Как вдох, выдох. Вот у меня и реперные точки. Ну вот, я рисую все время. Ну, Аня, мы, собственно, в Академии именно этому учим. Вот наши слоны. Слон будущий, а вот слон будущий и слон прошлый. Все. Это база, это основа жизни. Это только... То есть мы учимся работать и с будущим, и с прошлым. Так что приходи на практику. Так, Руслан, давай твой вопрос. Приветствую. Привет. У меня такой вопрос. Я вот дело жизни в ключ три раза проходил. И вот сейчас я определился, как было дело жизни, это приносить пользу людям, помогать достигать целей. Вот когда вспоминаю тоже о своих предыдущих, иногда вот так вот всплывает, особенно потому, что я нахожусь в бизнесе, в партнерстве, и он мне приносит еще доход. Приносит доход и, соответственно, вот этот вот баланс отвлекает, смотришь, там движение какое-то, ну, вот старая такая любовь, она возникает и думаешь, может быть, все-таки стоит пересмотреть снова делать жизни. Вот как избавиться от этого соблазна? Задай конкретный вопрос. Давай, правильно ли я тебя понял, что есть старое дело, в котором у тебя есть процент, там, доля акций, там, или, по крайней мере, доля в бизнесе, и там ты зарабатывал деньги. Ты понял, тебе это приносит деньги, и у тебя появилось новое дело жизни, новая идея, пока это только идея, пока это еще не приносит деньги, и у тебя периодически возникают сомнения, а может быть, мне назад пойти, или мне все-таки пойти вперед к новому делу, ты про это? Да, 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 вот, то, что я не доделал там, потому что периодически тянет, видно, какой-то доход приходит, каждый раз Я тебе отвечу на этот вопрос. Я 15 лет создавал бизнес, который называется группа компаний Авкубе. 15 лет я растил этого ребенка. Я вложил туда 15 лет своей жизни, огромное количество энергии, своей сил, времени, собрал большую команду, у меня было 5 филиалов в разных странах. Но в какой-то момент меня мозг начал долбить. Я не знал, это ум, эго или душа. Тебе нужно другое, тебе нужно другое, тебе нужно... И он, знаешь, и с каждым годом, с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом меня долбило все сильнее и сильнее Руслан. Вот так вот тюкало, знаешь, по темечку. Тебе нужно другое, тебе нужно другое, тебе нужно другое. А люди, которые не слышат, которые говорят, и они отворят меня, отмахиваются от своей интуиции. Что с ними происходит? С ними происходит через некоторое время выгорание, и они теряют этот бизнес. Но потому что если ты не получаешь там кайфа, то ты все равно его потеряешь. Поэтому нужно вовремя его продать. Когда мне за него предложили миллион долларов, я такой думаю, нет, зачем, он у меня деньги приносит, я его не продал. Потом мне предложили за него 100 тысяч долларов, но я уже хотел, но я с этого берега пытался на другой берег уже переключиться. Тут я еще денег не зарабатывал, понимаешь? И вот этот мостик, вот этот мостик между старым делом и новым, старое еще приносит, а новое еще не приносит. Вот этот путь, он самый сложный по этому мостику. Потому что тут ты 15 лет вкладывал, и тебе понятно, что у тебя тут деньги идут. Тут ты еще 15 лет не потратил, потому что для создания нового бизнеса, это примерно 5 лет, это от 5 до 7 лет. Ну стабильно, чтобы он вышел на стабильность. Если ты хочешь приобрести новую профессию, это от 3 до 5 лет. А люди как хотят? А я хочу быстро новое дело, я хочу быстрые деньги, я хочу быстро много клиентов новых. Так не бывает. И ты должен твердо решить, что я 3 года вкладываю в новое дело минимум, но даже если мы берем какой-нибудь сетевой бизнес, или мы берем новую профессию. Это от 3 до 5 лет тебе по этому мостику придется идти от старого дела к новому. Посмотри то видео, которое я выше разметил, я как раз делал этот разбор. И что я сделал? Я первые 3 года плакал, ну условно плакал, потому что мне было жалко, меня жаба душила. Как? Я его за миллион долларов не продал. Я бы сейчас сидел бы хотя бы лет 5 спокойненько на новом деле, курил бы бамбук, спокойненько тренируя свой профессионализм. Но в итоге я там его продал, да, за небольшие совершенно абсолютно деньги, но практически подарил. Потому что мне было жалко. Потому что я думал, а может быть я там еще на двух стульях усижу? Вы поймите правильно. Чем быстрее вы сожжете мосты, тем быстрее вы придете к тому делу, которое на самом деле для вас является делом жизни. И чем дольше вы сидите на двух стульях, тем дольше растягивается этот мостик, а он тоже не резиновый, понимаете, потому что наша жизнь не резиновая. Между старым делом и новым. И только человек, который сжег мосты, но в итоге я, конечно, сжег мосты. Я сказал, все, я больше не занимаюсь дизайном интерьеров, я занимаюсь дизайном жизни. Да, у меня ушло 8 лет. 8 лет я шел по этому мосту. Да, 5 лет я еще собирал дивиденды. Да, 5 лет меня кормил этот бизнес. Но через 3 года я сжег мосты полностью. То есть я собирал дивиденды, потом было НЗ некоторое время. Но сейчас я четко понимаю, что нельзя предавать себя. То есть вот этот икигай, о котором я говорю, это то, что я хочу, могу и надо людям. Я никогда теперь не буду заниматься тем, что мне просто приносят деньги. Понимаешь? Потому что жизнь и счастье в жизни, Руслан, намного важнее, чем просто чем-то заниматься ради денег. Какой у тебя вопрос? Остаться там или идти в новое? Задай теперь конкретный вопрос. Сложно вопрос. Вопрос. Что тебе сложно? Просто мне сложно. И скажи, что тебе сложно. Мне сложно даже представить, что я продаю свой бизнес, свою долю. Не продавай. Нет, тебе не обязательно долю продавать. Смотри, если у тебя есть доля в бизнесе, пусть у тебя доля там будет. Что ты паришься? Тебе не обязательно долю. Смотри, у меня просто тоже есть доля. Ну, в определенном бизнесе. У меня есть там какие-то инвестиционные проекты. То есть, если у тебя есть то, что тебя кормят, и ты выделяешь туда, например, 10% времени, ты оставляешь долю в бизнесе и 10% времени. Ну, 90% времени ты вкладываешь в создание нового бизнеса. Нового паровоза, новой дойной коровы. Понятно? Что тебе сложно, скажи? Я не пойму, что тебе сложно. Назови. Мне сложно, и теперь конкретно, что тебе сложно. Мне сложно, наверное, грамотно распределить время, чтобы вот эти 10% уделять. Потому что 10% превращается и в 50%, и в 30%. Руслан, тогда у тебя просто вопрос планирования. Просто вопрос планирования. Берешь матрицу из Инхауэра, расставляешь приоритеты по важности, распределяешь четко нагрузку временную на все бизнесы. То есть, допустим, у тебя два бизнеса. У Ричарда Брэнсона 400. Руслан. Он такой же, как ты. У него голова, две руки, две ноги. Что-то ты делаешь сам. Смотри, ты вот берешь 12 часов в день. Или 8. 8 часов в день. Вот это я делаю сам. Это я диригирую. Это я автоматизирую. И от этого отказываюсь. Все. Вот тебе матрица из Инхауэра. Это просто вопрос планирования. Это просто вопрос управления жизнью. Это то, чему ты учишься в Академии Купось. Понял. Понял. Это вопрос планирования. Все. Завтра просыпаешься утром, у тебя четкое понимание. И ты четко следуешь бизнес дедлайном. В бизнесе управляем цифрами. То есть, чему мы учимся в Академии Купось? Мы учимся управлять временем. Это первое. Это первое, чему мы учимся. Мы учимся управлять целями. Мы учимся управлять эмоциями. Мы учимся управлять мыслями. Мы учимся управлять намерениями подсознательными установками. Мы учимся управлять цифрами и результатами от нашей деятельности, от нашего бизнеса. И мы учимся управлять жизнью. Руслан, стань хозяином своей жизни. И у тебя не будет вопросов сложно, не понимаю, зачем, почему, как-то, возможно, наверное. Эти слова, они уйдут из твоего лексикона. У тебя в твоем лексиконе их просто не будет. Потому что ты станешь хозяином своей жизни. Тренируйся дальше. Понятно. Ну и последний вопрос по поводу книжки. Я вот всегда хотел получить такую книгу. Где ее можно взять? К сожалению, я не нашел в интернете эту книгу. Она очень маленькая. Я где-то на тренинге мне ее подарили, вот эта вот книжка. Но, возможно, вы купите полную книгу Александра Фридмана «Управление повседневным хаосом». Руслан, жизнь очень простая. Жизнь, она настолько простая, что вот этой книжечке тоненькой на самом деле достаточно для того, чтобы просто делать базовые вещи. Ну, простые, чтобы управлять вот этой тоненькой. А все остальное – это детали. Вот это все уже. Вот эти толстые книги, вот эти все талмуты. Маркетинг, продажи, управление, коммуникации. Там, дальше. Это все остальное. Это вот все остальное – вот это верхушка айсберга. Основа жизни. Это 8 законов, которые мы проходим в Академии. Это 8 навыков, которые я перечислил. И 8 ключей, которые мы тренируем. Это фундамент. А сверху ты уже настраиваешь любые-любые бизнесы и навыки. Все, что тебе нужно профессионально. Удачи. Увидимся с тобой на совещании в четверг. Спасибо. Пока. Так, ну что, друзья, все на сегодня, все. Завтра у нас очередной разбор. Подумаем, какую завтра тему давать я. Кстати, если есть какие-то идеи по темам, пишите. Я буду поднимать те вопросы, которые для вас актуальны в Телеграм-канале, на которые, надеюсь, вы подписались и подписались ваших друзей и знакомых. Потому что каждый день в 12.00 мы с вами делаем разборы ваших актуальных жизненных ситуаций для того, чтобы вы жили счастливо, богато и в любви. Друзья, всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok